32-летняя Мария Кожевникова стала на сторону Дробыши после конфликта продюсера Фабрики Звезд и Ольги Бузовой. Актриса написала в Инстаграм пост, в котором пояснила свою позицию. Это уже какой-то цирк или тот случай, когда девушку из Дома 2 вывести можно, а Дом 2 из девушки нельзя, который пришел бы и втащил ему. Интервью на Муз-ТВ. Я стараюсь либо писать хорошее, либо ничего. Но сегодня хочу поддержать Виктора Дробыша в его высказывании. Для самой героини, которая утверждает, что ее оскорбляют, напомню, что это слово означает. Оскорбление – это умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Когда это профессии кассира и медсестра, которые предложил Дробыш, стали неприличными, негодует актриса. Мария поддерживает мнение Дробыша по поводу фонограммы. Правда, здесь не только одна звезда виновата, а многие вносят свой бесценный вклад, чтобы забить последний гвоздь в нашу музыкальную индустрию. Кожевникова заявила, что не считает правильным запрещать кому-то заниматься творчеством. Однако артисты должны уважать зрителя. И это проявляется не в постах места «Ой, как я вас люблю», а в реальности. В живом звуке, в настоящих эмоциях, которые объединяют артиста и зрителя. Вот интересно, как бы вы отнеслись к тому, что, придя в театр, услышали бы не живую речь артиста, а запись? Актеры ходили бы по сцене, изображая из себя героев и кривляясь. Это абсурдно, правда? Тогда почему в музыкальной индустрии это уже не то, что допустимо, а уже даже то, чем артисты кичатся? Заявляя в открытую о своей профнепригодности, о своем непрофессионализме. Кстати, Виктор Дропыш все же принес Бузовой свои извинения. И как продюсер новой фабрики звезд, пригласил ее принять участие в отчетном концерте проекта. Но при условии, что Ольга будет петь вживую.